Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой «Совершенный код» Стива МакКонова. И сегодня начнем главу 28, которая называется «Управление конструированием». И начнем с первой подглавы, которая называется «Поощрение хорошего кодирования». Итак, приступим. Поскольку код – это основной результат конструирования, то ключевой вопрос в управлении конструированием звучит как? Как содействовать в выработке хорошей практики кодирования? Вообще, внедрение строгого набора технических стандартов с позиции менеджера – не очень хорошая идея. Программисты склонны рассматривать менеджеров как низшую ступень технической эволюции. Где-то между одноклеточными организмами и мамонтами, вымершими в ледниковый период. Поэтому, если внедрение программных стандартов необходимо, программисты должны в этом участвовать. Если какой-то участник проекта собирается определять стандарты, это должен быть скорее архитектор, пользующийся уважением, а не менеджер. Программные проекты опираются в такой же степени на профессиональную иерархию, как и на должностную. Если этот архитектор считается идейным лидером проекта, команда в большинстве случаев будет придерживаться стандартов, установленных им. Если вы выбрали этот подход, убедитесь, что архитектора действительно уважают. Иногда архитектор проекта – это просто старший по возрасту человек, который работает достаточно давно и не имеет представления о проблемах промышленного кодирования. Программисты будут протестовать против стандартов, навязанных таким архитектором, поскольку они не имеют ничего общего с их работой. В одних организациях стандарты полезны, в других – не очень. Некоторые разработчики приветствуют стандартизацию, потому что она снижает вероятность возникновения случайных разногласий. Если ваша группа сопротивляется применению строгих стандартов, рассмотрите несколько альтернатив. Гибкие правила, предложения вместо правил или набор примеров, иллюстрирующих наилучшую практику. И далее будут описаны способы достижения хорошего качества кодирования. Не столь тяжеловесные, как утверждение жестких стандартов. Правило. Назначьте двух человек на каждую часть проекта. Если над каждой строкой кода приходится работать двоим, то у вас есть гарантия, что хотя бы два человека думают, что код работает и его можно читать. Механизм работы команды из двух человек может варьироваться от парного программирования до пары «Наставник-стажер» или рецензирование кода методом близнецов. Следующее правило. Рецензируйте каждую строку кода. В рецензировании кода обычно участвует программист и минимум два рецензента. Это значит, что каждую строку кода читают не менее трех человек. Другое название парного рецензирования – это парное давление. Кроме предоставления страховки на тот случай, если первоначальный программист покинет проект, рецензирование кода улучшает его качество, так как программист знает, что его код будут читать другие. Даже если у вас нет явных стандартов кодирования, рецензирование позволяет незаметно продвигаться к созданию группового стандарта. В процессе рецензирования группа принимает решения, которые со временем могут стать ее стандартами. Следующее правило. Выберите процедуру подписания кода. В других отраслях технические чертежи утверждаются и подписываются управляющим инженером. Подпись означает, что в соответствии с уровнем квалификации инженера, этот чертеж технически компетентен и не содержит ошибок. Некоторые компании обращаются с кодом так же, только код, подписанный старшим техническим персоналом, считается завершенным. Следующее правило. Распространяйте для ознакомления хорошие примеры кода. Важной составляющей хорошего управления является способность ясно донести свои требования. Для этих целей вы можете распространять хороший код между программистами или выставлять его на всеобщее обозрение. Так вы предоставляете ясный пример того качества, которого вы добиваетесь. Точно так же готовые стандарты могут состоять главным образом из листингов отладочного кода. Присвоение определенному листингу знака качества – пример для подражания. Подобное руководство легче обновлять, чем писанные словами стандарты. Кроме того, так легко показать тонкости стиля кодирования, которые тяжело по пунктам описать словами. Следующее правило. Подчеркивайте, что код – это общее имущество. Иногда программисты считают, что код, который они написали – их личная собственность. Хотя это результат их работы, но он является частью всего проекта и должен быть доступен любому участнику проекта. Он должен просматриваться другими, хотя бы во время рецензирования и сопровождения. Один из самых успешных проектов, о котором когда-либо сообщалось, был реализован за 11 лет и состоял из 83 тысяч строк кода. За первые 13 месяцев эксплуатации была выявлена только одна ошибка, приведшая к системному сбою. Это достижение еще больше ошеломляет, если учитывать, что проект был завершен в конце 1960-х годов, без использования онлайн-компиляции и интерактивной отладки. Производительность проекта – это 7500 строк кода в год. В конце 60-х и по сегодняшним стандартам достаточно впечатляет. Главный программист проекта сообщил, что одним из залогов успеха было признание всех машинных прогонов, ошибочных и нет, общим, а не частным достоянием. Эта идея нашла свое воплощение и в современной ситуации. Например, в программном обеспечении с открытым исходным кодом Open Source Software, экстремальном программировании с его понятием о коллективном владении и многих других случаях. Следующее правило. Награждайте за хороший код. Используйте систему поощрений для закрепления практики хорошего кодирования. При разработке таких поощрений принимайте во внимание следующее соображение. Награда должна представлять интерес для программиста. Многим из них поощрения типа «какой молодец» неприятны, особенно когда исходят от нетехнических менеджеров. Код, поощряемый таким образом, должен быть исключительно хорошим. Награждая программиста, которого все остальные считают плохим работником, вы уподобляетесь Гомеру Симпсону, пытающемуся запустить ядерный реактор. Не имеет значения, что этот программист всегда демонстрирует готовность к сотрудничеству или никогда не опаздывает на работу. Вы потеряете кредит доверия, если ваша награда не будет соответствовать технической стороне вопроса. Если вы недостаточно технически подкованы, чтобы судить о качестве кода, не делайте этого. Лучше совсем не вручать награду или позволить команде выбрать достойного. И еще одно правило. Один простой стандарт. Если вы управляете программным проектом и в прошлом сами были программистом, то простым и эффективным способом добиться хорошего результата будет фраза «Я должен быть в состоянии прочесть и понять любой код, написанный в проекте». То, что менеджер, не самый технически продвинутый специалист, может быть преимуществом, так как препятствует созданию заумного или хитрого кода. И новая подглава называется «Управление конфигурацией». Программный проект динамичен. Меняется код, меняется проект, меняются и требования. Более того, изменения в требованиях влекут еще большее изменение в проекте. А изменения в проекте приводят к еще более значительным изменениям в коде и тестовых примерах. Что такое управление конфигурацией? Управление конфигурацией – это практика определения элементов проекта и систематическая обработка изменений таким образом, чтобы система могла поддерживать свою целостность длительное время. Другое название этого процесса – это контроль изменений. Он включает в себя методики определения предполагаемых изменений, отслеживания изменений и хранения копий системы в том виде, в каком она существовала в разные моменты. Если вы не контролируете изменения в технических требованиях, это может закончиться написанием кода для тех частей системы, которые в какой-то момент были отменены. Вы можете создать код, несовместимый с новыми элементами системы. Эти несовместимости можно не обнаружить до момента интеграции, который также станет началом поиска виноватых, потому что на самом деле никто не будет знать, что происходит. Если не контролируется изменение в коде, вы можете изменить содержимое метода, который в то же время меняет кто-то другой, причем успешно объединить ваши и чужие изменения будет проблематично. При неконтролируемых изменениях код может выглядеть протестированным лучше, чем на самом деле. Версия, прошедшая тестирование, возможно, была старой, еще не измененной. Без хорошего контроля изменений, вы можете внести в метод несколько исправлений, найти новые ошибки, но при этом не будете иметь возможности восстановления предыдущей рабочей версии кода. Если изменения не обрабатываются систематически, то вы блуждаете в тумане, вместо того, чтобы двигаться прямиком к ясной цели. Без хорошего контроля изменений, вместо разработки кода вы впустую тратите время. Управление конфигурацией позволяет использовать время эффективно. Несмотря на очевидную необходимость управления конфигурацией, многие программисты избегают его десятилетиями. Опрос, проведенный более 20 лет назад, выяснил, что около трети программистов даже не знакомы с этой идеей. И нет никаких признаков, что это положение изменилось. Более свежее исследование Института разработки программного обеспечения показало, что среди организаций, использующих неформальные методики разработки программного обеспечения, менее 20% применяют адекватное управление конфигурацией. Управление конфигурацией изобрели не программисты, но поскольку программные проекты чрезвычайно изменчивы, то для них особенно это полезно. Применительно к программным проектам управление конфигурацией обычно называется управление конфигурацией программного обеспечения. Это управление сосредотачивается на программных требованиях, исходном коде, документации и тестах. Систематическая ошибка управления программной конфигурацией заключается в избыточном контроле. Абсолютно надежный способ прекратить автомобильные аварии – это запретить всем водить машину. Абсолютно надежный способ предотвратить проблемы с разработкой программного обеспечения – это прекратить всю разработку. Хотя это и один из вариантов контроля изменений, это неудачный способ разрабатывать программное обеспечение. Необходимо тщательно планировать управление конфигурацией, чтобы оно давало преимущество, а не было камнем на шее. В маленьком проекте, разрабатываемом в одиночку, вы вполне возможно обойдетесь без всякого управления конфигурацией, исключая планирование периодического нерегулярного создания резервных копий. И все же управление конфигурацией еще способно принести пользу. В больших проектах, выполняемых 50 участниками, вам, вероятно, потребуется полнофункциональная схема управления конфигурацией программного обеспечения, включая довольно формальные процедуры резервного копирования, контроль изменений требований и проекта, а также контроль над документами, исходным кодом, содержанием, тестовыми вариантами и другими элементами проекта. Если ваш проект не слишком велик и не слишком мал, вы должны установить уровень формальности, находящийся между двумя экстремумами. Ну и дальше будут описаны некоторые варианты реализации управления конфигурацией программного обеспечения. Во время разработки вас переполняют идеи о том, как улучшить систему. Если вы будете реализовывать каждое изменение, вы скоро почувствуете, что бежите на месте, хотя система будет постоянно меняться. Она не будет приближаться к завершению. И дальше некоторые советы по контролю изменений в проектах. Итак, совет. Следуйте систематической процедуре контроля изменений. Систематическая процедура контроля изменений – это настоящая находка, в случае, когда у вас большое количество запросов на изменения. Установив систематическую процедуру, вы даете понять, что изменения будут рассмотрены в контексте наибольшей пользы для проекта в целом. Следующий совет. Обрабатывайте запросы на изменения группами. Реализация простых изменений по мере возникновения идей выглядит заманчиво. Проблема такого подхода в том, что хорошие изменения могут затеряться. Если вы задумали простое изменение при 25% готовности проекта, и сроки это позволяют, вы внесете это изменение. Если вы придумали еще одно простое изменение, когда готово 50% проекта, но вы уже опаздываете, вы не будете его вносить. Когда сроки начинают поджимать в конце проекта, уже не имеет значения, что второе изменение в 10 раз лучше, чем первое. Вы не в том положении, чтобы делать несущественные исправления. Часть самых лучших изменений может уйти сквозь пальцы, просто потому, что подумали о них слишком поздно. Решение этой проблемы состоит в записи всех идей и предложений, вне зависимости от легкости их реализации. И сохранение их до тех пор, пока не появится возможность ими заняться. Тогда, рассматривая их целой группой, выберите из них наиболее полезные. Следующий совет. Оценивайте затраты на каждое изменение. Каждый раз, когда ваш заказчик, босс или вы сами намерены изменить систему, оценивайте время, необходимое на внесение изменения, включая рецензирование кода этого изменения и повторное тестирование всей системы. Учтите в вашей оценке расходы, касающиеся возникновению волнового эффекта от этого изменения, распространяющегося по направлению от требований к проектированию, кодированию, тестированию и обновлениям в пользовательской документации. Пусть все заинтересованные стороны знают, что программное обеспечение имеет сложно переплетенную структуру и что временная оценка требуется, даже если изменение кажется небольшим. Независимо от того, как оптимистично вы оцениваете предложенное изменение, воздержитесь от немедленной оценки. Такие оценки обычно ошибочны в два и более раз. Следующий совет. Относитесь с подозрением к изменениям большого объема. Некоторое количество изменений неизбежно, но большой объем запросов на изменения сигнализирует о том, что требования, архитектура или высокоуровневое проектирование не были выполнены достаточно качественно, чтобы способствовать эффективному конструированию. Возврат к работе над требованиями или архитектуры может показаться накладным, но он гораздо дешевле, чем конструирование программного обеспечения более одного раза или выбрасывание кода тех функций системы, которые, как выяснилось, вам не нужны. Следующий совет. Учредите комитет контроля изменений. Работа комитета контроля изменений состоит в отделении зерен от плевел в запросах на изменения. Любой, кто хочет предложить изменения, отправляет запрос этому комитету. Термин «запрос на изменения» относится к любому запросу, который приводит к изменению программного обеспечения. Идея новой функции, изменения в существующей функциональности, отчет об ошибке, который сигнализирует о действительной или мнимой ошибке, и так далее. Комитет периодически собирается и рассматривает предложенные изменения. Он одобряет, отвергает или откладывает каждое изменение. Комитеты контроля изменений считаются лучшим решением для расстановки приоритетов и контроля изменений в требованиях, но они еще довольно редко встречаются в коммерческих структурах. Следующий совет. Соблюдайте бюрократические процедуры, но не позволяйте страху перед бюрократией препятствовать эффективному контролю изменений. Нехватка дисциплинированного контроля изменений – одна из важнейших проблем управления. Значительный процент проектов, которые считались выполненными с опозданием, на самом деле могли быть сделаны в срок, если бы в них учитывалось влияние неотслеживаемых, но согласованных изменений. Плохой контроль изменений позволяет накапливаться нерегистрируемым изменениям, что подрывает возможность видеть текущее положение дел, делать долгосрочные прогнозы, планировать выполнение работ, а также влияет на управление рисками, в частности и управление проекта в целом. Контроль изменений имеет тенденцию к бюрократизации, поэтому важно искать способы по рационализации этого процесса. Если вы предпочитаете не использовать традиционные запросы на изменения, заведите почтовый адрес Changeboard и обяжите сотрудников посылать на него запросы на изменения. Или попросите высказывать предложения по изменениям интерактивно на заседаниях комитета контроля. Особенно действенная мера это запись запросов на изменения в качестве дефектов в систему отслеживания дефектов. Ревнители порядка могут классифицировать такие изменения как дефекты требований или их просто можно считать изменениями, а не дефектами. Вы можете создать официальный комитет контроля изменений или группу планирования продукта или военный совет, которые будут выполнять традиционные обязанности комитета контроля изменений. Но, как бы вы это ни назвали, сделайте это. Время от времени я встречаю проекты, страдающие от неумелой реализации контроля изменений, но в 10 раз чаще я вижу проекты, страдающие от полного отсутствия вразумительного контроля изменений. Главное, это сама сущность контроля изменений, поэтому не позволяйте страху перед бюрократизацией помешать реализации преимуществ этого подхода. Изменения в коде программного обеспечения Другое назначение управления конфигурацией это контроль исходного кода. Если вы изменили код и возникла новая ошибка, которая вроде бы никак не связана со сделанными вами правками, то при поиске ее источника вы, возможно, захотите сравнить новую и старые версии кода. Если это ничем вам не поможет, вы, вероятно, захотите взглянуть на еще более старую версию. Совершить такой экскурс в историю просто, если у вас есть инструменты управления версиями, которые отслеживают многочисленные версии исходного кода. С хорошим программным обеспечением для управления версиями работать так легко, что вы едва замечаете его существование. Оно особенно полезно в групповых проектах. Один вариант управления версиями блокирует исходные файлы так, что только один человек может модифицировать файл в некоторый момент времени. Обычно, когда вам нужно поработать с таким исходным кодом, вы должны снять этот файл с учета, чек-аут, в системе управления версией. Если кто-то уже проделал эту процедуру, вы получите сообщение, что этого сделать нельзя. Когда вы извлечете этот файл, вы сможете с ним работать так же, как и без использования системы управления версиями, до тех пор, пока не будете готовы снова зарегистрировать его. Чек-ин. Другой вариант управления версиями позволяет нескольким людям работать с файлами одновременно и следит за необходимостью слияния изменений во время регистрации файла. В обоих случаях, когда вы регистрируете файл, система спрашивает вас, почему вы его изменили, и вы указываете причину. При таких скромных усилиях вы получаете несколько больших преимуществ. Первое. Вы не наступаете никому на ноги, работая с файлом в тот момент, когда с ним работает кто-то другой. Второе. Вы легко можете обновить свои копии всех файлов проекта, чтобы они соответствовали текущим версиям, обычно одной командой. Третье правило, точнее преимущество. Вы можете вернуться к любой версии любого файла, когда-либо зарегистрированной в системе управления версиями. Четвертое преимущество. Вы можете получить список изменений, выполненных в любой версии любого файла. И последнее преимущество. Вам не надо заботиться о персональных резервных копиях, поскольку копия в системе контроля версий служит гарантией безопасности. Контроль версий – это необходимая составляющая командных проектов. Он становится еще более мощным оружием при написании управления версиями, точнее при интеграции управления версиями, отслеживание дефектов и управление изменениями. Для некоторых видов проектов может понадобиться реконструкция точной среды, используемой для разработки каждой конкретной версии программного обеспечения, включая компиляторы, компоновщики, библиотеки кода и т.д. В этом случае вам также следует поместить эти инструменты в систему управления версией. Ну и сейчас это по типу докера. Если кто не знает, гугланите. Можно скачать, грубо говоря, полностью настроенную среду для клиента, или для себя, или еще для чего. Короче, гугланите докер. Что-то типа докера. Так, конфигурации компьютеров. Многие компании на своем опыте познали преимущества создания стандартизированных машинных конфигураций. На стандартной рабочей станции, содержащей необходимый инструментарий, офисные приложения и другие программы, создается образ диска. Этот образ скопируется на машину каждого разработчика. Стандартная конфигурация позволяет избежать уймы проблем, связанных со слегка различающимися конфигурационными параметрами, версиями применяемых инструментов и так далее. Стандартизированный образ диска также сильно упрощает подготовку новой машины по сравнению с необходимостью устанавливать каждую программу отдельно. План резервного копирования. План резервного копирования концепция не новая. Идея в том, чтобы периодически делать копию вашей работы. Если вы пишете книгу, вы не оставите рукопись на крыльце, так как ее может намочить дождь, сдуть ветер или прихватить соседская собака, почитать на сон грядущий. Вы положите свой труд в безопасное место. Программное обеспечение менее осязаемо, поэтому гораздо проще забыть, что на вашей машине есть нечто очень ценное. С компьютерными данными может произойти множество неприятностей, может повредиться жесткий диск, вы или кто-то другой может случайно удалить самые важные файлы. Рассерженный сотрудник может устроить акцию саботажа по разным причинам, кража, наводнение, пожар. Вы можете лишиться своей машины. Предпринимайте шаги для защиты своей работы. Ваш план резервного копирования должен включать периодическое создание копий и их хранение в других помещениях. Кроме исходного кода, в нем должны присутствовать все важные для вашего проекта материалы, документы, чертежи и другие записи. Один часто забываемый аспект разработки плана резервного копирования состоит в проверке процедуры создания резервных копий. Попробуйте восстановить данные за некоторый момент времени, чтобы убедиться, что резервная копия содержит необходимую информацию для восстановления и восстановленная версия работоспособна. Завершив проект, создайте его архив, сохраните в надежном месте копию всего исходного кода, компиляторов, инструментов, требований, проекта, документации, всего, что может понадобиться для полного воссоздания продукта. Ну и контрольный список управления конфигурацией. Общие вопросы. Разработан ли план управления конфигурацией так, чтобы помочь работе программистов и минимизировать накладные расходы? Лишен ли подход управления конфигурацией излишнего контроля над проектом? Группируются ли запросы на изменения либо с помощью неформальных средств, например, списка планируемых изменений, либо посредством более систематического подхода, такого как комитет контроля изменений? Выполняется ли систематическая оценка влияния каждого предложенного изменения на стоимость, график и качество проекта? Рассматриваете ли вы большие изменения как предупреждение о том, что разработка требований завершена не полностью? ? Используется ли программное обеспечение управления версиями для облегчения управления конфигурацией? Используется ли программное обеспечение управления версиями для уменьшения сложностей в координации работы команды? Выполняется ли периодическое резервное копирование всех материалов проекта? Выполняется ли периодическое перемещение резервных копий проекта в стороннее хранилище? Копируются ли все материалы, включая исходный код, документы, чертежи и важные записи? Протестирована ли процедура восстановления из резервной копии? Ну, на сегодня все. В следующий раз продолжим главу 28 и продолжим новые подглавы. Поэтому, что там нужно? Нужно лайкать, нужно делиться, нужно комментировать. Всем спасибо за внимание, подписываемся и все такое. Всем пока!